ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто глупо, ей-богу. Они вернулись, и они все еще съедобны. Люди, с которых в теории уже насыпалось по грузовику песка, на практике все еще в силах выжать из вас все соки. Боевое старичье. С артритом в суе и шашками на голо. Встречайте уже на этой неделе. Ред 2. Мужайтесь. Я дам вам парабеллум. Старые кони по-прежнему дружны с бороздой. А прошлое все так же дышит на пятки Фрэнку Мозесу со товарищи. На этот раз им придется найти ядреную такую бомбу с помощью напрочь ядерного психа. Или наоборот. Но не в том суть, а в том, что по следу по традиции пойдут злые люди. И многим городам мира с того будет принудительная реконструкция. Посреди пешего перехода до второй серии канул в лету мудрый Морган Фриман. Зато даром и с наваром вылез сэр Энтони Хопкинс и целая Кэтрин Зетта Джонс. От которой и на пенсии катастрофически спасу нет. Да и надо ли. Привет, Фрэнк. Кто это? Проблема. Как ты? Да, Фрэнк, как ты? Осваивать 85 миллионов долларов было поручено бывалому комедиографу Дину Паризо. Большая часть, понятно, осела в карманах знаменитых лиц, но и огрызков суммы. Хватило на пиротехнику, забористый юмор и значительное количество ударов сапогом в бороду. Проехались по миру, поваляли ваньку, тряхнули хохломой, расчесали ностальгию. Чем не идеальное кино для старта месяца? Мир начал вгрызаться в него с таким остервенением, что уже решено снимать третью серию. Даст бог, главные герои не рассыплются к началу съемок. Благо пороху в пороховницах и ягод в других интересных местах у них по-прежнему предостаточно. Я о вас раньше не слышал. Наверное, еще мелкий был. Но теперь ты обо мне знаешь. Вторым блюдом на этой неделе прокатчики почему-то подают холодное. Даже леденящее. Про модное нынче кровососание. Нет, не в исполнении комаров. На повестке дня – вампиры. Вменяемый, не Паттинсон. Знатный спец Нил Джордан дает сказ о том, как женщины кровушку нашу пьют. Византия. Чай не бобруск. Моя мать питается кровью. Вот уже два столетия. Нил Джордан – это икона всех упырей. Именно он задолго до сумерек романтизировал таки образ кровососа в интервью с вампиром. Минуло 10 лет, а он все тот же. Две девушки вваливаются в букаллическую британскую глушь и всем врут, что они сестры. Хотя на самом деле одна из них – мать и ей 200 лет. А у другой язык за зубами не помещается, из-за чего скоро все узнают страшную тайну и назначат новоприбывших городскими сумасшедшими. Дальше. Ту, что болтливая, настигнет купидон, а ту, что постарше – лютое, бешеное прошлое. Плохо, по традиции, будет всем. Опять мрачные готические съемки, опять кровь, любовь и саморазрушение. Кентерберийские байки из склепа разбавлены романтизмом, драматизмом и постмодернизмом. Дамам рекомендуется в обязательном порядке. Джентльменам – разве что в качестве антидота после сумерек. Только те, кто готов умереть, обретут вечную жизнь. Византия. Следующее блюдо для гурманов. Для очень сильных гурманов. Таких, чтобы прямо наглухо. Широкому зрителю лучше и не соваться. Больно узкий посыл, многовато прядей во лбу искать придется. Вот вам пять гвоздей в гроб массового интереса. Джузеппе Тарнатори, Джеффри Раш, спецпоказ на прошедшем Берлинале, масса живописи в кадре и всего два сеанса в день. А называется, кстати, «Лучшее предложение». Такая вот ирония, господа. Он говорит с ней, но через закрытую дверь. Закрытую? То есть он ее никогда не видел? Никто не видел. Ну вот, широкие народные массы отвадили, поговорим с эстетами. Фильм обещает быть изысканным, стильным, нервическим и атмосферным. Тарнатори, что ж вы хотели? Арт-хаусный Раш играет знатока искусств, помешанного на гигиене. И к тому же мошенника. Но и на него сбудется проруха в лице клиентки, которую никто не видел, ибо она все время под замком сидит. Оценивая ее коллекцию, он найдет части таинственного механизма с потусторонним налетом. А потом еще и любовь случится, через которую мир героя рухнет. Элитный триллер на вечную тему, как обмануть обманщика. А вот сюда могут пойти все, кто предыдущий релиз пропустил. И пусть еще и детей с собой возьмут, на большой экран возвращаются синие гномы. Не то чтобы отмороженные, просто странные. Встречайте, Смурфики 2. Так сказать, tickets to the blue. Да я просто над вами смурфуюсь. Это было осмурфительно. Вот тут душа, тело, а главное мозги точно отдохнут. Так что смело всем рекомендуем. Очередная порция приключений лилипутов нестандартного окраса в человечем мире. Злой колдун опять замышляет недоброе и подсовывает дружной семейке гномов двух фальшивых особей. Суррогаты должны соблазнить единственную девочку и утянуть ее на сторону зла. Получится, естественно, не особо. Зато хоть на Париж посмотрят. Люди, звери и анимация почти не пострадают. Зашкаливающий позитив, юмор а-ля трусы на лямках, сочный бюджет и отсутствующий возрастной ценз. И ругательный корень смурф, который беспрестанно приклеивается ко всем словам русского языка. Смурф же. Зато какой милый. А в завершение – извращение. Шекспир докатился таки до трущоб Новой Зеландии. Режиссер-дебютант собрал друзей и за еду снял их в истории, что печальнее всех на свете. И теперь всю неделю с вами «Голос улиц». Сомнительный шедевр, скажи, Юрик. Ах да, забыл сказать, это еще и мюзикл с половецкими плясками на столах и под онами. Бессмертную историю, конечно, не убить, но новозеландцы максимально приблизились к летальному исходу. Хоть и не побили абсолютного рекорда людоедской студии Трома. По сути, это не фильм, а магазинчик «Все для оторопи». Эпилептическая камера, древесные артисты, психоделический звук, рваный монтаж, инопланетная постановка, люберецкая хореография и бутовский юмор. Добавьте сюда режиссера-киборга и цельных полтора миллиона бюджета. И можете отправляться прямиком в Алхалу. Там уже в ужасе снует тень отца Гамлета и волчком вертится в гробу останки Вильяма нашего Шекспира. Печальная, в общем, история. Что ж, вот мы и вскрыли киноавгуст. Самое время поедать его, пока он свежий. Следующая порция, как говорила одна нехорошая японская девочка, через... Вы уж как-нибудь дождитесь.